Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. О правах и обязанностях каждого. В областном центре торжественно отметили День Конституции. Важный для каждого гражданина день в городе над Бугом самым активным и целеустремленным молодым людям были вручены паспорта. Зачетный разговор. В областном центре в рамках Единого дня информирования прошли встречи с заместителем главы администрации президента Игорем Луцким, Валерием Вакульчиком, помощником президента, инспектором по Брестской области и Даниилом Дерябиным, заместителем прокурора Брестской области. Разговор по существу о главном. В Брестском технопарке прошла итоговая конференция проекта стимулирования потенциала технологий четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси. Сюрпризы, премьеры, бенефис. Брестский симфонический оркестр торжественно и эксклюзивно отпраздновал свое 30-летие. Паспорт – один из главных документов гражданина суверенного государства. Он удостоверяет личность человека, подтверждает гражданство. И если паспорт – это личный документ человека, то Конституция, государство принадлежит всему народу. В этом году исполнилось 29 лет со дня принятия Белорусской Конституции. В прошлом году в историю суверенной Беларуси была вписана новая страница. 27 февраля 2022 года состоялся республиканский референдум, на котором были внесены поправки в Конституцию, и основной закон страны вступил в силу. К этой дате в городе Бресте каждый год подходит по-особенному, но неизменным остается одно. В этот день накануне проходят мероприятия, на которых вручаются паспорта граждан Республики Беларусь самым активным и инициативным юношам и девушкам Берестещины. В первый раз за первым паспортом для Александры Похолко получение главного в ее жизни документа, день особенный уже хотя бы потому, что на руки его вручат не традиционно в паспортном столе, а в обстановке торжественной в областном центре, в хореографической школе Погодино. Такая честь девушки выпала за отличные результаты в учебе и активную общественную деятельность. Саша учится в Рудской средней школе Ивановского района. Девочка идет на золотую медаль. Очень как-то переживаю, волнуюсь. Это мой первый такой серьезный официальный документ. Очень рада, что это необычный день, еще плюс один Конституция, еще и в Бресте. И ребят можно понять. Звучит гимн Республики Беларусь. В зал в сопровождении почетного караула вносят флаги Республики Беларусь, Брестской области и Белорусского республиканского союза молодежи. Поздравить ребят в этот знаменательный день пришли начальник УВД Брестского облсполкома Олег Шуляковский и первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения БРСМ Юрий Сигенюк. Вместе с Александрой за первыми в жизни взрослыми документами пришли еще 20 ребят. Все они лучшие из лучших. Активисты, отличники, участники научных конференций, фестивалей и арт-проектов. Акция «Мы граждане Беларуси» традиционно проходит день главного праздника страны. За это время из рук руководителей городов, главы администрации, депутатов, парламентариев, военнослужащих и ветеранов свои первые паспорта получают сотни юных жителей Беларуси, десятки молодых людей, гордо называющих себя брещанами. Город Брест, наверное, как и все города Республики Беларусь, активно присоединился к празднику Нью-Конституции Республики Беларусь. И, безусловно, вот эта всебелорусская акция «Я гражданин Республики Беларусь» проходит сегодня и в городе Бресте, и в частности, и в двух районах нашего города. Сегодня в торжественной обстановке мы вручаем детям, достигших 14-летнего возраста, вручаем паспорт гражданина Республики Беларусь, безусловно, вручаем Конституцию, подарок президента, книгу президента Республики Беларусь нашим детям, ну и разные сувениры. Безусловно, это лучшие дети, дети, которые достигли определенных успехов в учебе, в спорте, в различных конкурсах, мероприятиях нашего города, Брестской области, нашей Республики Беларусь. Каждый из ребят заслужил честь получить первый взрослый документ во взрослой обстановке. Они лидеры, они многогранны и талантливы. Признаются, событие долгожданное и значимое, а потому немного волнительное. Для меня очень важно сейчас находиться на этой территории Беларуси. Я получаю свой официальный документ, это паспорт. Получаю я его в государственный праздник, День Конституции. И для меня это честь большая очень. Паспорт это уже официальный взрослый документ. Он подтверждает мою личность, то, что я уже официальная гражданка Республики Беларусь. И, конечно, мне хочется являться гражданином этой страны, ее защищать, ее развивать дальше в будущем. Я отличник учебы, активно участвую в жизни школы, участвую в разных мероприятиях, принимаю там участие. Паспорт, который мне сегодня уже вручили, это мой первый официальный документ, который утверждает мой статус гражданина Республики Беларусь. Я очень горд и счастлив получить этот мой первый официальный документ из рук руководства нашего города. Мне обращают паспорт в такой праздник, как День Конституции. Он очень важен для нашей страны, для меня он также важен. Паспорт – один из главных документов любого человека. Получая его, молодые люди становятся полноправными гражданами своей страны. Юные жители Московского района понимают, что на их плечах с этой поры лежит большая ответственность строить успешное будущее Синьолка, ведь именно в их силах сделать все возможное для ее полноценного дальнейшего развития. Я очень рад, что я коренной житель города Бреста, то, что я живу в Беларуси. А паспорт – это только мое начало. Это мой первоначально личный документ, потому что в подростковом возрасте больше документов и нет. После получения паспорта, я думаю, что у меня поменяется свое мнение и своя ответственность. Паспорт – это такой документ, благодаря которому ты уже становишься взрослым, ты уже понимаешь, что такое ответственность. После получения паспорта ты становишься, можно сказать, патриотом нашей страны, нашей Родины, что ты становишься более ответственным. И благодаря этому паспорту, можно сказать, ты становишься... Ты можешь гордиться этим, что ты его получаешь. Участниками акции стали юные жители Ленинского района Бреста. Им уже исполнилось 14 лет, и поэтому ребята получают свой главный документ – паспорт. Это активисты, отличники учебы, спортсмены, представители мемориальных отрядов. Словом, активная и талантливая молодежь. Они сегодня вручают паспорт в таком месте. Очень приятно, обстановка очень хорошая. И очень надо важно знать свои права и обязанности. Я очень рада такому мероприятию. Мне тут очень нравится. Я когда пришла сюда на Гефест, здесь все очень красиво. Получение паспорта – значимое событие в жизни каждого молодого человека. Это своеобразный отсчет начала взрослости и самостоятельности. Обретая один из главных официальных документов, юноши и девушки становятся полноправными гражданами своей страны, которые должны осознавать ответственность принимаемых ими решений, уважать законы, следовать нравственным и этическим нормам общества. 22 марта 2023 года исполняется 80 лет трагедии, произошедшей в деревне Хатынь Логойского района. Хатынь стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницы и истории времен Великой Отечественной войны. Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. И об этом нужно помнить, об этом нельзя забывать. И об этом шел разговор на встречах, которые прошли на Брестском предприятии «Белтелеком» и в Брестском государственном университете имени Пушкина. Спикерами выступили заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий, Валерий Вакульчик – помощник президента, инспектор по Брестской области, и Даниил Дерябин – заместитель прокурора Брестской области. Насилие, уничтожение, геноцид – это слова-синонимы, страшные слова. И трудно представить себе ту боль, тот страх и ужас, которые перенесли наши предки в Великую Отечественную войну. За годы оккупации гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций. Ими сожжены 9200 сел и деревень. 5295 из них фашисты уничтожили вместе со всеми или частью населения. Итогом нацистской политики геноцида и выжженной земли в Беларуси стали 2 миллиона 230 тысяч человек, уничтоженных за три года оккупации. Литовец, Идолина, Дремлёва, Хатынь – этих деревень нет и не будет. Только в памяти потомков они будут жить вечно. О нацизме во всех проявлениях нужно говорить сегодня открыто, откровенно. Нужно говорить о тех, кто развязывает войны, кто рушит спокойную жизнь людей. И в нашей стране говорят – нет войне, нет фашизму. Живые свидетели этого всего уходят. Уже их осталось и так немного. Теряются вещественные доказательства, объективные следы преступлений. С каждым годом их становится все меньше и меньше. И угроза того, что пройдет время, их останется еще меньше. Тогда спрашивается, а ради чего люди погибли? Ради чего родные, близкие нам люди отдали свои жизни? Дети, старики, женщины. Ради чего? И вот для того, чтобы их жертва, их жизни, которую они отдали, вот эта жертва не была напрасной, мы должны это помнить. Мы должны помнить, зафиксировать эту память и передать другим поколениям. За годы Великой Отечественной войны в нашей стране погибло свыше трех миллионов человек. Валерий Вакульчик акцентировал внимание на том, что все эти факты должны стать максимально известны общественности, а результаты расследования геноцида белорусского народа в годы войны, представленные в широком доступе, безусловно, поспособствуют этому. То, что было сделано в годы Великой Отечественной войны, это действительно страшная трагедия, которая сегодня болью по настоящее время откликается в сердце каждого белоруса. Три миллиона погибших людей – это страшная цена за мир, за то, чтобы мы сегодня жили, дышали свежим воздухом, и чтобы были спокойны о том, что наши дети тоже будут жить под мирным небом. Мы должны понимать ту цену, которая была отдана, и предотвращать своим жизненным каким-то моментам, идеологической своей устойчивостью, то, чтобы не повторилось у нас это, чтобы фашизм и национализм были просто искоренены у нас на территории земли. О геноциде белорусского народа шел разговоры с молодежью. 80 лет трагедии в Хатыни – результаты расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта тема стала основной в рамках зачетного разговора студентов с заместителем главы администрации президента Игорем Луцким. Встреча со студентами состоялась в Брестском государственном университете имени Пушкина. Сегодня по расследованию комиссии по геноциду белорусского народа этих деревьев выявлено уже более 200. Более 400 были сожжены, но каким-то невероятным образом восстановились из этого пепла, пожара, той войны, страшной войны. Мы должны напомнить, мы должны это передавать нашим детям. Мы должны хранить эту память так, как мы делаем это сегодня, так, как мы делаем это сейчас. Также студентов интересовали вопросы молодежной политики, информационной безопасности. Игорь Владимирович отметил, что в государстве создаются все условия для развития. Каждый из вас думает после поступления, как же дальше жить, а как же дальше жить. Кем стать? Айти учителем, преподавательное производство, учить детей, или созидать и строить новые машины и механизмы. Каждый из вас этот выбор сделает не сегодня, так завтра. Для того, чтобы этот выбор был осознанным, правильным, нужно отождествлять себя с нашей страной, с нашей Беларуси. Диалог получился очень оживленным. Я очень рад, что именно в этом году, в году мира и созидания, был проведен этот разговор. И на самом деле поднимались очень важные темы, потому что я тоже разделяю мнение Игоря Владимировича о том, что история народа является основополагающим таким явлением для построения будущего. Так что будущее государства тоже зависит и от государственного прошлого. Приятно было пообщаться, задать вопрос, узнать людей, которые могут из первых уст рассказать все, как есть на самом деле. Ответить, что происходит, как происходит, что проводится. И было приятно, что как по-человечески, не просто формальный разговор, а просто человеческий разговор. Конструктивный диалог на равных и по существу. Все это зачетный разговор. В новом формате дискуссий молодежь общается с общественными деятелями, историками, политиками, журналистами. К масштабной акции присоединяется все больше учащихся и студентов. Проект «Зачетный разговор» продолжится. Ждем новых встреч. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Мы продолжаем. Устойчивое развитие, внедрение инноваций и стимулирование технологического развития. Высокие технологии поступательно внедряются в сферу экономики нашей страны. Цифровые трансформации и искусственный интеллект – те направления, которые стремительно меняют подходы к производству и труду. Что касается Бреста и области, здесь также активно ведутся работы в этом направлении. Десять предприятий региона опробовали технологии 4.0 в производственном процессе. И как показал результат, практика применения оказалась весьма положительной. Об этом мы не только говорили в рамках итоговой конференции проекта «Стимулирование потенциала технологий 4-й промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси». На ней побывал и наш корреспондент Евгений Амароз. Брестская область выбрана в качестве пилотной в республике для реализации проекта по развитию технологии индустрии 4.0 в промышленности. Концепция объединяет под собой взаимодействие представителей Брестского научно-технологического парка производств и университетов региона. Повышение производительности труда и внедрение тех технологий, которые повышают качество продукции. А это, конечно, освоение новых рынков, освоение новых видов продукции, что очень важно для наших предприятий. Нас радует, что на Брещене этот проект реализован и на многих предприятиях уже пробированные такие технологии. Мы видим повышение конкурентоспособности и виденство продаж во многих отраслях. К реализации проекта приступили в 2020 году. Обеспечение высококвалифицированными кадрами, возможность практического обучения и разработок, которые внедряются в реальный производственный процесс. Основная цель проекта – сделать производство продукции конкурентоспособным, повысить его эффективность. Среди промышленных предприятий, которые подключились к программе, производственные площадки больше всего региона государственной и частной формы собственности. Сфера самая разная. Допустим, такие предприятия, скажем, как Станкостроительная, Кузлитмаш, Пинска, такое предприятие, как Барановский агрегатный завод, Барановский завод автоматических линий, Дерево обрабатывающее, частные предприятия, которые занимаются сегодня производством оборудования для переработки пищевой, для пищевой промышленности и так далее. Поэтому есть набор. Но мы думаем о том, что на этом не надо останавливаться. Сегодня, я еще расскажу, конкурентность может быть обеспечена только за счет повышения эффективности, повышения конкурентоспособности продукции, сокращения затрат и производства продуктов, востребованного сегодня на рынке. В рамках конференции состоялось открытие демонстрационного инновационного центра. У нас появился Центр коллективного пользования, который в себе сочетает как раз с технологией 4-й промышленной революции, где мы демонстрируем эти технологии для студентов, для резидентов, для организации предприятий региона. И опять же, на базе этого центра мы можем осуществлять предоставление услуг по производству высокотехнологичной продукции, либо мелкосерийной, либо штучных изделий. То есть как раз мы начинаем сегодня серые мероприятия, где мы будем для предприятий региона, города, других регионов, других отраслей показывать, что у нас есть, что мы можем сделать. И, соответственно, в дальнейшем мы будем выстраивать цепочку, сеть таких взаимодействий с организациями и предприятиями, чтобы они могли те недостающие элементы производственные, которые у них по каким-то причинам нет, приходить к нам. Мы, соответственно, обеспечиваем эти техпроцессы. Это коллаборативный робот. Вот такие манипуляторы в состоянии поднимать до 10 килограмм. Робот может еще также решать различные задачи, какие ему задачи. В принципе, программируются коллаборативные роботы намного проще промышленных. Они дешевле, они мобильнее. То есть для их установки не требуется каких-то специальных механизмов или каких-то навыков больших, поэтому они достаточно гибкие. Программируются они тоже достаточно просто. Здесь интуитивный интерфейс. И, в принципе, если научиться их программировать, то и при этом их легко научиться программировать быстро, то можно достигать различных поставленных задач, которые ставят перед нами производство. Подготовка качественных и высокоинтеллектуальных кадров тоже одна из важных задач. Инновационная сфера интересна в том числе и будущим разработчикам. Именно в такой игровой форме можно изучать азы и перспективы технологических направлений, начиная с самого юного возраста. Филипп Панько изучает языки программирования с первого класса. Вот и этого робота мальчик создал сам. Робот – это, конечно, китайская разработка, но она полностью переосмысленна. То есть все усиленное. Потому что изначально мы только попробовали, он сразу сломался. А так он едет вообще безотказно практически. У него очень хороший манипулятор. Он очень хорошо берет все практически. Он может из лунки достать мячик, квадратик, треугольник какой-нибудь. Что же касается продолжения проекта, то следующим регионом, который примет цифровую эстафету, станет Могилевщина. Евгения Мороза, Дарт Букнович, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Для тех, кто стоит перед выбором профессии. Под таким названием в городе над Бугом была организована ярмарка целевой подготовки. Ее главными участниками стали учащиеся 9-11 классов. А среди основных целей – решение дефицита кадров, улучшение эффективности целевой подготовки и профориентации молодых людей. Также их мотивация к выбору будущей профессии. Кроме этого, системное взаимодействие организаций и предприятий заказчиков кадров, настроенных на получение профессионального образования. Так, в Бресте в этом году свидетельство о базовом образовании получит около 3,5 тысяч юношей и девушек. Аттестаты о среднем образовании – примерно 2,5 тысячи. По опыту прошлых лет, ориентировочно 60% выпускников поступят в высшие учебные заведения. Порядка 28% становятся учащимися средних специальных заведений. О том, как прошла ярмарка целевой подготовки – в следующем сюжете. «У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда, чем заниматься? Я в рабочие пойду, пусть меня научат». Всем известные строки и стихотворения Маяковского актуальны сегодня, как никогда. Ведь в нынешний период в Беларуси сделан акцент на профориентацию учащихся. В частности, на выбор рабочих специальностей. А чтобы представить их как можно в более креативной форме, Брестским госполкомом была организована ярмарка целевых возможностей. Большое количество у нас учащихся 9-11 классов, которые начинают уже поделяться со своей будущей профессией. Ежегодно курс базовой школы у нас оканчивает порядка 5000 учащихся города Бреста и порядка 2500 получают общее среднее образование за курс уже 11 классов средней школы. И, безусловно, есть определенные вопросы по целевой подготовке учащихся, в том числе работы с потенциальными заказчиками кадров. И сегодня в Брестском госполкоме совместно с Главным управлением по образованию Брестского госполкома мы проводим такое мероприятие, как я уже сказал, традиционное, чтобы наши дети, наши выпускники могли своими руками пощупать, посмотреть ту профессию, с которой они хотят определиться в дальнейшем, в будущем. Ребят собралось немало. Немало было и представителей учреждений среднего и профессионально-технического образования. И каждый старался презентовать свое учебное заведение, свои специальности, как нельзя лучше. Ведь каждый из них достойен того, чтобы выбор был сделан в его пользу. Свою деятельность представители колледжей представляли не только информационными стендами и интерактивными площадками, но и различными мастер-классами. Здесь можно было побыть в роли электрика и монтера, сантехника и слесаря-ремотника, проводника, билетного кассира и горничной, помощника-машиниста и электросварщика, продавца, повара и кондитера, официанта и бармена, швей, закройщика, агента по снабжению, бухгалтера, модельера, конструктора, каменщика, механика, штукатура. Мы видим активность детей. Насколько им интересно в колледже строителей попробовать класть кладку кирпичную, попробовать своими руками сделать декоративную штукатурку. И когда ребенок видит, что на его глазах все можно делать, и не боги горшки обжигают, он может это делать своими руками, это, наверное, и дорогого стоит. Мы видим сегодня интерес в глазах нашей молодежи, и это самая главная цель была, чтобы они увидели колледжи, которые готовят по определенным специальностям, профессиям. Молодежь имела возможность пообщаться и с преподавателями колледжей, и пообщаться с заказчиками кадров, поинтересоваться, какие профессии, специальности наиболее востребованы на рынке труда. Поэтому я считаю, что ярмарка удалась. Неудивительно, что такой формат ярмарки нашел отклик у каждого учащегося. Ее посетили около 309-классников и примерно столько же учащихся 11-х классов. Ведь каждый из ребят мотивирован и задумывается о поступлении, а помочь в выборе им помогала ярмарка, которая прошла в двух формах – теоретической и практической. Намного важнее готовить, конечно, и обучать практически. Естественно, теория – это, так сказать, больше база, да, но практика, практику, конечно, никогда никто не отменял. Попробовать, посмотреть на практике – это намного важнее. Когда ты говоришь – это одно, но когда ты пробуешь это сделать руками, смотришь со стороны легко, но когда ты пробуешь это руками, ты чувствуешь этот материал, ты пытаешься с ним познакомиться, проработать, и у тебя уже появляется в голове мысль, я же это могу. Будущие абитуриенты были открыты для информации, внимательно слушали и задавали вопросы. Многие во время ярмарки попробовали свои силы в профессиях, смотрели, интересовались. Ярмарка целевой подготовки поможет некоторым детям выбрать свою будущую профессию, поможет выбрать направление, которое им нравится. Тут представлено очень много площадок для среднего образования, как и для девушек, так и для парней. Очень много всего того, что можно тут узнать. Тут как и сфера обслуживания, и строительные сферы. Я думаю, что ярмарка целевой подготовки поможет учащимся найти себя. Попробовать на практике учащимся очень поможет, потому что они поймут, серьезно им нравится эта профессия или нет. Сегодня на ярмарке целевой подготовки меня заинтересовала профессия повар. Мне очень нравится готовить с самого детства. Ярмарка для целевой подготовки нужна для молодежи, для того, чтобы показать им, какие сферы есть, куда можно пойти. Когда на теории это совсем другое, а когда на практике это более как-то закрепляет знания, умения делать вот это вот, свою работу. Если кто-то из юношей и девушек не попал на ярмарку расширенных возможностей и еще не определился, куда будет поступать, то на сайтах Брестских учреждений среднего и профессионально-технического образования можно ознакомиться с любой информацией и понять, ваше это место или нет. Вот уже три десятилетия зрителей радует Брестский симфонический оркестр. Коллектив широко известен не только жителям нашего города, но и далеко за его пределами. Оркестр занимает одну из ведущих ролей в музыкальной жизни нашей республики. Его творческий путь отмечен множеством наград и высоких оценок. Ну и какой же юбилей без большого праздника? Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Брестского симфонического оркестра, состоялось в Академическом театре. Евгения Мороз стала участницей большого праздника. Делится эмоциями и впечатлениями. Вот уже 30 лет Брестский симфонический оркестр радует своих зрителей. Симфонические танцы Сергея Рахманинова открыли творческий вечер. И выбор музыкального произведения не случайен. В этом году отмечается 150 лет с даты рождения маэстро. И знаковых дат в этот день очень много. Так уже на протяжении 25 лет с симфоническим оркестром связан и творческий путь ее руководителя Александра Сосновского. Это говорит еще о том, что мы нашли друг друга. Оркестр нашел дирижера, дирижер нашел коллектив. И бывает всякое, как в семье любой. Бывают мы и спорим, и ссоримся. Бывают острые моменты. Но в результате музыка это дело скрашивает. И мы приходим, в общем-то, к какому-то знаменателю и выдаем программы, на которые приходит зритель. А это самое главное. Мы работаем для зрителя, на зрителя. У нас аншлаги. Инструментальные композиции, выступления солистов, приглашенных артистов в программе «Классика и модерн», прозвучали произведения известных авторов «Педро и Туральде», «Арти Шоу», «Жака Афенбаха», торжественный день и заслуженные награды различного уровня. Также видеопоздравления от именитых личностей – летчика-космонавта Сергея Новицкого и ведущего Леонида Якубовича. Для такого сложного организма, как симфонический оркестр, это довольно такой значимый период. И это говорит о том, что коллектив 30 лет существует, идут программы, концерты, аншлаги, полный зал. Значит, оркестр состоялся. Этот организм сложный, музыкальный, самый сложный музыкальный организм, такой, как симфонический оркестр, значит, он сложился, устоялся. И, конечно же, оркестр – это в первую очередь его музыканты. Сегодня на сцене не те, кто уже три десятилетия идет рука об руку с коллективом. Среди них первая скрипка и концертмейстер коллектива Ольга Костенко. Надо стараться быть не только лучшим, но вести за собой группу, вести за собой оркестр. Есть еще другие обязанности, которые, может быть, скрыты от слушателя, но которые обязан делать концертмейстер, заниматься с группой, заниматься даже с оркестром иногда. Это заботы какие-то, но это все равно замечательные заботы. Это замечательно, что можно заниматься музыкой, что у нас есть этот симфонический оркестр, что мы дожили до такого уже, в общем-то, как говорят, элегантного возраста. И можем, ну, чтобы не сглазить, как говорится, гордиться тем, что люди к нам все-таки приходят. Это большая радость для нас, это большая радость для музыканта, для его обязанности в этом мире передавать музыку композитам, что есть возможность какая-то это делать. Праздник и повод пригласить гостей, особенно тех, с кем налажено долгое и плодотворное творческое сотрудничество. Как и с лауреатом международных конкурсов, стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Александром Даниловым. Музыкальный подарок – репсодия на тему погонения. С Брестским оркестром я сотрудничаю с 2018 года и должен сказать, что этот оркестр уже навсегда в моем сердце, потому что это верный и надежный друг. С ними можно исполнять абсолютно разную музыку, любимую мною музыку, фортепианные концерты Чайковского, Рахманинова, Бетховена. Эти ребята способны на все, и поэтому большой кайф с ними музицировать вместе. Музыканты в оркестре очень отзывчивые люди, очень открытые, очень добрые. И поэтому для меня всегда очень приятно приезжать сюда вновь и вновь. Иногда в качестве солиста, иногда в качестве оркестранта. Очень клево, что между людьми есть взаимопонимание и реально теплые, дружеские, человеческие отношения. По тому, что оркестр любим зрителями, свидетельствует аншлаг в зрительном зале. И музыканты отвечают своим гостям тем же. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова